Святитель Иоанн Златоуст в беседе своей о том, что опасно проповедовать с угодливостью, в беседе о том, что опасно проповедовать с угодливостью, говорит нам, в частности, и о исповедании грехов перед Богом. Если мы теперь не вспомним о своих грехах и не покаемся, то там увидим их пред нашими глазами во всей ясности и наготе, и будем плакать тщетно и напрасно. Откуда это видно? Из пророческих изречений и из евангельских. Так пророк говорит, во гробе кто будет славить тебя? Псалом 6, 6 стих. Не потому, чтобы мы там не славили Господа, но потому, что сделаем это напрасно. А Христос научил тому же самому посредством притчи о богаче и Лазаре, что грешники, хотя сокрушаются о грехах, перемениваются и делаются лучшими от гиены, но от этого нисколько не получают пользы для утоления пламени, потому что это покаяние безвременно, зрелище уже кончено, место состязания опустело, время борьбы уже прошло, посему вещеваю, прошу и умоляю скорбеть и плакать о грехах здесь. Пусть здесь огорчают нас слова, чтоб там не устрашили дела. Пусть здесь уязвляет нас беседа, чтобы там не терзал ядовитый червь. Пусть здесь жжет нас обличение, чтобы там не жгла гиена огненная. Плачущим здесь следует получить утешение там, а тем, кто здесь веселится, смеется и не скорбит о грехах, неизбежно предстоит там плакать и рыдать, искрежетать зубами. Не мои это слова, но того, кто сам будет судить нас тогда. Блаженны, говорит он, плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5 глава 4 стих. «Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите» Лука 6 глава 25 стих. Итак, не гораздо ли лучше временное сокрушение и плач променять на бессмертные блага и бесконечную радость, нежели проведя в смехе эту краткую временную жизнь отойти, чтоб подвергнуться вечным наказаниям. Но ты стыдишься и стесняешься высказывать грехи свои. Если бы даже при людях нужно было высказывать и открывать их, и тогда не следовало бы стыдиться, потому что стыдно грешить, а не исповедовать грехи. Но теперь и нет надобности исповедоваться при свидетелях. Исследование грехов пусть производится судом совести. Судилище пусть будет без свидетелей. Один Бог пусть видит твою исповедь. Бог, который не позорит за грехи, но разрешает их после исповеди. Но ты при этом медлишь и не решаешься, зная и я, что совесть не любит вспоминать о своих грехах. Как только мы приступим к воспоминанию своих грехов, то ум отскакивает, как молодой конь, неукрощенный, не обузданный. Но удержи его, обуздай, погладь рукой, сделай его кропким, убеди, что если он не исповедует ныне, то будет исповедоваться там, где сильнейшее наказание, где большая бесславие. Здесь судилище без свидетелей, и ты согрешивший судишь сам себя, а там все будут поставлены на вид при целую вселенную, если мы предварительно не изгладим этого здесь. «Тебе стыдно исповедовать грехи? Стыди сделать грехи. Между тем мы, когда делаем их, то отваживаемся на них дерзко и бесстыдно, а когда нужно исповедать, то стыдимся и медлим. Тогда как следовало бы делать это с охотой, ибо осуждать свои грехи не постыдное, а праведное и доброе дело. Если бы это не было праведное и доброе дело, то Бог не назначил бы за него награды. А что действительно за исповедь бывает награда, «Послушай, что говорит Господь. Я сам изглаживаю преступления твои, грехов твоих. Не помянул, говори ты, чтобы оправдаться». Исайя 43, глава 25 и 26 стихи. Кто стыдится такого дела, через которое он становится праведным? Кто постыдится исповедать грехи, чтобы изгладить грехи? Разве для того Бог повелевает исповедоваться, чтобы наказать? Не для того, чтобы наказать, но чтобы простить во внешних судилищах за признанием следует наказание. Посему и псалмопевец, опасаясь того, чтобы кто-нибудь по страху наказания после исповеди не отрекался от грехов, говорит, «Славьте Господа, ему он благ, ибо вовек милость его». Псалом 105, 1 стих. Разве он не знает грехов твоих? Хотя бы ты и не исповедался. Какая же тебе польза от непризнания? Разве ты можешь утаиться? Хотя бы ты и не говорил, он знает. А если ты скажешь, то он предаст забвению. Я сам, говорит Бог, изглаживаю преступления твои и грехов твоих не помяну. Повторы Саи. Видишь ли, я не помяну, говорит он, таково дело человеколюбия. Ты же припомни мне, стих 26, чтобы получить побуждение и исправление. Итак, признав свою совесть, призвав, будем требовать у нее отчета в словах, в делах и помыслах. Станем исследовать, что употреблено на нужное, что вред нам, какое слово истрачено худо, на брань, на срамословие, на обиды, какой помысл увлек глаза наших нескромностей, какая мыслька вреду нашему приведена в действие или руками, или языком, или глазами. И затем будем стараться от непристойной траты воздерживаться и вместо уже истраченного худо делать другое приобретение. Вместо слов, произнесенных напрасно, молитвы. Вместо взглядов, сделанных нескромно, милостыни и посты. Ибо если мы станем безрассудно издерживать, а ничего не приобретать и не собирать себе хороших сокровищ, то, дошедши до крайнего бедности, незаметным образом ввергнем в себя вечную муку гиенскую. Итак, во всем, что сделано и сказано нами, в течение дня будем требовать от самих себя отчета после ужина, и да и в самый вечер, когда ляжем на постель, когда никто не беспокоит, никто не возмущает нас. И если заметим какой-нибудь грех, то будем наказывать совесть, укорять ум, сокрушать сердце так сильно, чтобы вставший нам уже не осмелиться идти в ту же бездну греха, помня вечернее истязание. А что это время самое удобное для такого отчета, послушай пророка, который говорит, «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Псалом 4, 5 стих. Днем мы делаем многое не так, как хотим. И друзья раздражают нас, и близкие приводят в ярость, и жена огорчает, и дитя причиняет скорбь, и множество житейских и общественных дел окружает нас, и мы не можем тогда отречься, чтобы не погрешить чем-нибудь. Но вечером, освободившись от всего этого, оставшись самими собой и пользуясь совершенным спокойствием, устроим на постели судилище, чтоб через этот суд тому милости ведь Бога. Если же мы каждый день согрешая и уязвляя свою душу, никогда не станем чувствовать этого, то как люди, часто получающие раны и не обращающие на них внимания, причиняя себе горячки и мучительную смерть, так и мы постоянную бесчувственностью навлечем на себя неизбежное наказание. Владыка у нас милосердный, он хочет только найти повод, и тот час оказывает свое человеколюбие. И так, зная, что Бог делает все и принимает все меры к тому, чтобы избавить нас от наказания и мучения, будем подавать ему более поводов к этому исповеданию, раскаиваясь, проливая слезы, молясь, оставляя гнев на ближних, помогая им в бедности, бодрствуя в молитвах, оказываясь в мире на мудре, непрестанно помятуя о своих грехах, ибо недостаточно сказать только «я грешник», но должна припомнить самые грехи по роду их. Как огонь, упав в терния, легко истребляет его, так и ум, часто представляя пред собой грехи, легко истребляет и изглаживает их. Бог же, побеждающий беззаконие и истребляющий неправды, да избавит нас от грехов и да сподобит Царство Небесное. Аминь.